Здравствуйте вам уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Никита, мы продолжаем прохождение пророчества Пендера. Как вы помните, прошлая серия у нас закончилась несколько на минорной ноте, произошел какой-то странный баг, который выкинул абсолютно всех, все воинство Марка обратно в гарнизон Марлиона, то ли это произошло, потому что там мы ходили по заданию к Сенышалю, и после этого произошла ошибка, либо в какой-то еще другой момент, который я не распознал, но тем не менее, произошло то, что произошло, и я уже был просто наткнул. В тот момент не в состоянии продолжать прохождение заново, только что перекидав и собрав такую армию, которую хотел заново заниматься тем же самым, опять там на протяжении 10 минут лишних, у меня уже не было сил, потому что записываться я, как обычно, садился уже в упоротном состоянии, будучи еле живым и в состоянии двигать, наверное, только мышкой. Ну ладно, сейчас же я так подумал еще немного над тем, что нам лучше сделать, какую сейчас группировку собрать, по сути, собрал всю ту же самую группировку кавалеристов, таких не самых обученных бойцов, к тому же, и дополнил это все плотной группировкой лучников. И подумал, а почему бы нам теперь не сходить, собственно говоря, самостоятельно в земли сорлеонцев, в оставшиеся у них три замка, и не захватить хотя бы один, а лучше парочку. В идеале, конечно же, нам эту войну надо завершить захватом всех замков, это было бы самым идеальным вариантом, ну а там посмотрим. Пока что давайте выдвинемся в сторону щита шторма, или щита шторма, я не знаю, как правильно тут ударение было бы поставить, и если успеем, попытаемся еще и помочь патрулю милиции, что будет отнюдь не лишним. А по пути заедем мы в Ларию, и, наверное, там посмотрим, что еще мы сможем сделать. Ух ты, не успели мы помочь патрулю милиции, к сожалению, бандиты с ними расправились быстрее, и мы их не в состоянии догнать, как бы нам этого, увы, не хотелось. Скорость все-таки маленькая, слишком маленькая скорость у нашей сверх крупной группировки. Так, прокачиваем наших пехотинцев до более годного состояния, тоже касается стрелков с Арлеона, лучников с Арлеона, и всех-всех-всех вместе с ними взятых. Так, это у нас авантюрист, тяжелые всадники Пендера, отлично, повышение тоже нам, кстати. Еще было бы сейчас здорово в Ларе увидеть кого-то из наших вассалов. Так, ставить, а тут у нас кто? А вот и кто-то из наших вассалов, и надеюсь, что мы успеем помочь Эйдису Руссому. Ну, против него борется красный меч и Ингвар хромой, но силы у них тоже очень скромные, я надеюсь, что все-таки Марк успеет прибыть. Мы прибываем и спасаем Эйдису Руссому, заодно сейчас, наверное, никак не будет еще и отношений. Так, пока что точность опять не налаживает, надо все настроить. Ай-яй-яй, ванчерист, ванчерист, ой-яй, Марк, как же так? Ой-ой-ой, это кто-то еще запулил дротик, это было совсем неприятно. Смотрите, вроде бы и противника оставалось совсем немного сил, но потери мы несем, так или иначе. Пусть даже и ранеными, большей частью, но и без убитых также не обходится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как так-то? Ну, вроде бы все, шестеро убитых не так уж и мало, не так уж и мало. Авантюристы один, так, у Лан раненый-раненая, авантюристка одна убитая. То еще всадники Пендера три. Тяжелый всадник Пендера. Ну, неприятно, но не смертельно. Отношения с Русом у нас возрастают основательно. Вовремя приехали буквально еще бы пару часов и ничего бы, мы ничем бы не могли помочь, только освободиться из плена, разве что и то, если бы мы догнали эти группировки. Ну что ж, Эйди на Красного Меча берем в плен. К сожалению, еще один граф там, по-моему, был, сбежал. Но ничего страшного. Ни беда, ни печаль. Крестьян и крестьянок мы, наверное, сейчас набирать не будем. Группировка у нас, в принципе, и в Сарлионе, и в Марлионе достаточно, точнее, и в Ларе, и в Марлионе достаточно крупные. Поэтому нам сейчас прям критических пополнений за счет крестьян не нужно. Треснувший шлем Ярла, да, был бы хороший шлем Ярла, можно было бы даже взять не на продажу, а кому-нибудь налепить. Так, и давайте мы же, Эдису Русу, мы передадим часть вояк, которая у нас тут затесалась. Ну, вроде, пехотинцев Барклая, Верна Рассвета, Мечников Чара и еще так, по мелочи. Кстати, можно ему же отдать, или додать, тяжелых стрельцов Ферцвейна. У нас их есть некоторое количество, точнее, 9 человек. Давайте отдадим, пусть будет у него хотя бы чуточку побольше. Это лишним не будет уж точно. Так, кого еще мы можем... А, это мы передавали, я уже думал, кого мы еще мы можем взять. Конечно, кого еще взять. Тякс. Давайте зайдем в Квин, пополним немного припаса, все-таки группировка очень крупная. Говядина возьмем, возьмем свинины, возьмем кур, а также винограду. Лишним, явно, не будет. Лорды уже себя местные чувствуют откровенно не очень, а тем не менее, замечена армия возле Белого Оленя. Просто армия возле Белого Оленя, то есть не огромное количество воинов, но, скорее всего, там где-то группировка человек в 500, и, в принципе, мы будем в состоянии с ней сразиться. Сейчас посмотрим. А тем временем, Конт Отто из Королевства Равинстерна основал капитул Ордена Лучистого Замка. Или Лучистого Замка, я уж не знаю. В замке Таланкрак. Так, ладно, можем его поздравить. А сами же давайте заедем и разместим здесь гарнизон. Вот рекрутов только Пендера мы зря в качестве клиника брали, но так уж сложилось. Так, кто у нас тут? Новобранцы, бронерные лучники Сарлиона. Кстати, бронерных лучников Сарлиона, давайте-ка мы отдадим их побольше. То есть, они тут будут. По цвету, наверное, возьмем. Даже не знаю, стоит ли, блядь, не стоит. Давайте возьмем. Мне кажется, лишними они не будут, дополняют нас. Как раз их обучим. Со временем они вольются в строй в общий клея быстрый. Ты у нас чем занимаешься? Ага, как раз у тебя-то можно и продать пленников, которые у нас тут скопились. Давайте сейчас этим и займемся по-быстрому. Я только не помню, много у нас тут пленников или нет, но сколько бы их ни было, всех их продадим. Ну, отлично, там еще даже пленники есть. Еще человек где-то 10-15. 8600, отлично. Это как за такого, не самого плохого лорда. Давайте еще разочек. Барон Чарльз у нас тут даже четверо пленников, что уже само по себе неплохо. А, пятеро даже, даже пятеро пленников. Великолепно. Ну что ж, 11 с лишним тысяч. Это не хухры-мухры. В общем-то, хорошо продались, не считая благородных, которые у нас еще в запасе простаивают. Так, а что там за группировка? Группировка, ну, немалая. 700 рыл. Все-таки не в... Не меньше. И подходят еще дополнительные силы. Да, надо, наверное, сейчас заняться, пока белый олень находится в осаде. Время у нас, наверное, есть. Давайте сейчас по-быстрому съездим к замку Щита Шторма. Посмотрим, что там за замок. Что нужно. Точнее, какой там гарнизон. Какая численность гарнизона. Что нужно. Какие осадные сооружения нужны для штурма этого замка. То есть, нужно ли там строить лестницу. Или там нужно уже целую башню лепить. Это было бы очень важно нам сейчас выяснить. Если бы, допустим, лестница и гарнизон небольшой, то... Нет, гарнизон большой. И очень-очень много лордов. Другое дело, давайте смотреть, из чего состоит этот гарнизон. Промерные лучники Сарлиона. 100 человек. Лучники Сарлиона 73. Да, сейчас нам было бы очень тяжело брать этот город, этот замок. Даже если бы здесь было только гарнизонные силы. Давайте до следующего скатаем. Я думаю, белый олень постоит еще и это время. Так, а у нас пока повышение рекурта. Мы, соответственно, стрелков качаем. Пехотинцев. Сарлиона тоже прибывает. Ух-та. Так, получаем сообщение от опять Санышали Шаладора, но он уж подождет, как-никак. Мы же давайте поможем нолдорским воинам. Ребят, я сразу в атаку. Нигде не стоять. Очень много нолдорских у нас всадников. Выбуду, выпадет не использовать прям сразу же. Ой-ой-ой. Надо подпрыгнуть и вообще за это время подготовиться, что ли? Да на тебе. Кто еще? Парень. Парень. Ух-та, как тут много всех скопилось. С толком даже и не пострелять. Разве что вот так вот. По той же самой пехоте хотя бы. Ух-та. Алипарщики собрались. Давайте-ка мы их будем высекать поскорее. Кто тут? Я даже разобрать не могу. Отлично. Барон Хервард бился до конца, но ему это не помогло. Да. Ну что ж. Отличная новость. Отличная победа. Единственное, что неприятно, что все-таки барон сбежал. Ну а мы давайте по-быстрому сейчас распределим опыт имеющийся. Так, с молодой иностранный сквайр. Так вот. Так, кого мы рыцари Пендера? Давайте пусть у нас будет. Отправим мы его естественно наверх. Ух уж эти рыцари. Так вот они будут выезжать. В принципе-то рыцари Пендера неплохи. В принципе. Но не сказать, что безумно хороши. Так, а вот этот вот замок мы вполне себе в состоянии взять. Даже с учетом того, что здесь находится король Урик. Как мне кажется. Давайте посмотрим. Кто у них здесь есть. Из Никелариана двое. Избранники сокола. Понятия не имею, что за ребята. Рыцари Сарлина двадцать девять или Бардера сорок один. Так. Бронерные лучники сорок шесть. Лучники пятьдесят. Стрелки тридцать. Наемные. О, ребята. Тут с учетом того, что у противника меньше таких вот прям сильных полновесных лучников. Меньше сотни. А общая численность не превышает там и ста. Ну, где-то 120-130 вояк. То, я думаю, мы без особого труда этот замок возьмем. Такое дело, что, конечно же, хотелось бы короля Уррика оттуда вытащить. Но, с другой стороны, если мы его захватим в плен в замке, то это было бы вообще так здорово. Это было бы, мне кажется, очень и очень круто. Да. Надеюсь, что единственное, нам предстоит здесь строить и лестницу, а уж никак не полноценную башню. Так, а садить замок? Нет. К сожалению, здесь-то как раз и придется строить осадную башню. А строить мы ее будем аж 36 часов. И за это время не факт, что... Не факт, что белый олень не падет. Поэтому давайте поступим следующим образом. Сначала попытаемся уже разбить группировку под белым оленем. А после этого... Ну, кстати, здорово, что мы отпустили сейчас на вольное хлеба наших вассалов. Они сами занимаются подрывом благосостояния Сарлиона. То есть нам не приходится грабить деревню. В общем, это дело совсем не для Марка. Так, дьюка Ламар за 9200. Конечно, принять предложение. 9200 это ж эгегей. Нам опять же единственное, что надо отсюда силы вытягивать. Потому что здесь уже, по-моему, более 700 вояк тут их. Так, основательно уже поболее. Ну и в принципе... Так, здесь сейчас, по-моему, не все из этих лордов вступают. Где-то только половина. А, даже менее половины. Ребята попали очень неудачно. Я думаю, что они никак не хотели вступать в эту битву. Но им не повезло. А что же делаем мы? Кавалерия становится здесь. Лучники здесь. Пехота здесь. Хотя у нас пехота, по сути, и кавалерия это одно и то же. На данный момент. Ой-ой-ой. Так, кавалерия в атаку. Пехота в атаку. А лучники поплотнее. Смыкаем ряды. И, наверное, даже не просто смыкаем ряды, а еще и становимся вот сюда вот. Наверное, так будет более-менее получше. Барону, чувствую, это не понравилось. Хотя, в ответ он, конечно, Марко особо ничего сделать не сможет. Ай-яй. Вот это неприятно. Рыцарь-Льва. Тут еще много, что еще дополнительную неприятность издают. Хотя, не смертельную неприятность для нашего войска. Ну, банальные осложнения имеются. Рыцари... Да, рыцари-Льва. Рыцари просто сорлеонские. Ай-яй. Копейщик проклятый. То есть, Сорлеонский, скорее всего. А еще и этот рыцарь, который почему-то еще жив. Будучи спешенным. Слетев с коня. Так, так, так. Сзади, сзади, сзади. Марк, марк, марк. Аккуратно. И, слушайте, ну так вот, блин, кучу неприятностей они все-таки создают. Гря я их так в расчет-то не брал. Кавалеристов все-таки у противника очень много накопилось. Хотя, казалось бы, откуда им их брать. Но набирают ведь. Так, а сколько у нас там у как? Ух ты, да у нас уже убитых-то там мерено-немерено. На самом деле. Так, ребят, сейчас секунду. Буквально очень быстрая пауза. Продолжаем. Так, слушайте, а нас что-то атакуют совсем нехорошо. Давайте так. Кавалерия, пехота. Вот сейчас собирается вся сюда, где бы они сейчас ни были. Поскольку у нас тут как раз прибывают лучники. Противник от нас достаточно далеко. И пытаться его атаковать, так как мы атаковали до сели, это будет, наверное, большой глупостью. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Сейчас только что чуть не открылся. Как раз под этого наездника Джату. Ай-яй-яй. Не удалось попасть. Дуражские кавалеристы дают. Дают просто-раз основательно. Потери у нас весьма крупные. При этом потери в кавалерии прежде всего идут. Ой-ой-ой. Марк, Марк, Марк. Нет, только-только не со спины. Токман не со спины. Да на тебе, парень. Тебе на. На-на-на. Нужники у нас все-таки далековато стоят. Но с другой стороны, с другой стороны, они чем дальше сейчас стоят тут. В точке респауна противника, тем, конечно, проще. Вражеские пехотинцы вынуждены подходить. Вражеские лучники будут вынуждены продвигаться дальше. А не наши. Это все-таки так воевать попроще. Единственное, чего хотелось бы сделать, так это лучников вправить куда-то в другое место. Немножко их с низиной сейчас собрать, чтобы они работали чуть эффективнее, большим числом. Ну и не забываем про подкрепления со стороны врага, которые все еще имеют место быть. Очень много ветеранов. Здесь таких пехотинцев-сорвел, на которых как раз носят щити, в отличие от алибарщиков. Правда, им это все равно не поможет, но подобраться ближе, хотя бы там парочку-тройку воинов, наверное, смогут нашим лучникам, если у кого-то не будут заниматься такой фигней, как сейчас убегать за маршем по всему полю. Даже серые лучники Пендера, вы посмотрите, в их составе тоже есть. Такие неприятные личности. Не-не, дружище, вы куда? Куда бежите-то? Не надо. Мы должны все полечить на поле боя. Ну, либо попасть в плен, если уж вам очень повезет. Хотя там, кому кажется. Кому лучше плен, кому лучше смерть. Ну и это похоже на победу. Единственное, что там, может быть, кто-то убегает или остался? Остался поудаль, давайте посмотрим. Вот так вот. Незатейливо. И просто. Ну что ж, давайте считать, смотреть, сколько у нас убитыми. Убитыми аж целых 62 воина. Смотрим, кто. Бронерные лучники 11, мечники 5. Лучники с Орлеона 2. То есть это уже 19 человек. Тяжелые всадники 9, всадники 5. Иностранные авантюристы 2. Девы всадницы 2. Иностранные сквайры, бродяги 4. Сквайр Сарлёна 2. Рыцари 4. Авантюристы 3. Девицы авантюристы 1. Западный сквайр нет. Авантюристы герои, к сожалению, четверо убитыми. Да, очень большие потери на такую группировку. Конечно, мы могли бы потери наши некоторым образом уменьшить. Но что сделано, то сделано. Можно было бы там просто Марку остаться на поле боя. То есть упасть там, соответственно, в кучу врагов биться, чтобы его с коня сшибли и ранили. А потом заново начать битву. То, что у нас обеспечив, точнее, гораздо больше численный перевес. Но что сделано, то сделано. И как-то это несколько ближе к богаюзанию. Какое дурацкое слово. Ладно. Барона Алуса мы тоже берем в плен. Никого мы не оставляем. Просто так гулять на свободе. Нам сейчас важно набирать как можно большее количество пленников. Не просто для того, чтобы их продавать, но и для того, чтобы ослабить Сарлион. Банально для того, чтобы некому было воевать с нами. Так, ну и опыт, конечно же. Опыт, опыт, опыт. Вот и Завтный Сквайр. Девуссадница. Что там? Ну, да, кавалерия у нас, конечно, страдала более чем оставательно. Так, несвежие куры. Да, несвежие они тут, конечно, никуда не годятся. А вот то, что мы находим. Вполне себе пригодное для Адонжи. Для Адонжи. Хорошо. Ну и на продажу тут тоже много чего набирается. Пускай и не самого дорогого, но вещицы есть и вполне себе пригодные. Включая, наверное... Блин, клеймора посеребряная, так еще и двуручная. Охо-хо. Наверное, нет. Ну ладно. Давайте с Адонжей поговорим. Ей, конечно, двуручная клеймора не нужна. У нее и вот такая вот есть. В общем-то, вполне себе толковая. А вот изношные черные поножи ей пригодятся. Лишней защиты не будет. Что касается боевой конь, нет. Он слишком, слишком норовистый. Слишком боевой конь. Так. Норовистый конь, шелтые попоны. Но, по сути, тот же самый конь. Абсолютно те же самые характеристики. Разве что брони. Брони чуть-чуть побольше. Конечно, цвет не самый здоровский. Но, с другой стороны, если брони побольше есть, то почему бы не отдать? Адонжа блага. Владеет навыком езды, поэтому пусть использует. О, кстати, ребята, вот что мы, наверное, еще Адонжа дадим. Отличный толстый элитный кавалерийский щит. То есть она у нас все-таки больше интересуется как всадник. И для того, чтобы эффективно и без заморочек работать со щитом, лучше, конечно, ей дать именно такой. Тем паче, что он держит абсолютно все выстрелы болтов, которые в него приходится. Это тоже отлично. Продолжение следует... Капец. Продолжение следует... Адония, Ну, отлично. Ансен с Адонжей. Правда, ее тут все-таки зовут Адонья, если в оригинале брать. То они, конечно, сходятся. И это приятно, что у нас не только раздоры происходят в отряде, но еще и схождение людей. Так, а с этой группировки нам-то сейчас-то сражаться. У нас там куча раненых. Да, было бы глупо. Такой ослабленной группировкой идти. Давайте отойдем к Ларии. Сейчас опять же сгрузим пленников. Ребята, куда? Опа, и они все отсюда снялись. Ну, по всей видимости, почувствовали, что уже группировки для того, чтобы замок захватить, не хватит. Совершенно точно. Ну, это отличная новость. Это отличная новость. Значит, у нас будет время теперь на все. Другое дело, что они сейчас разъедутся, скорее всего, под свои замки. И будут опять собирать группировку. Это не очень здорово. Но... С другой стороны, это и нам освобождает дополнительное время, силы, ресурсы и так далее. Так, молодой западный дворянин. Да, 8 человек берем. Лишними они не будут. Где-то они вот здесь должны быть в табеле о рангах. Также тяжелых мехатинцев мы управляем куда-то повыше. Отлично. Дево-охотницы идут туда же. Хотинцы с Арлеона идут туда же. Так, что касается размещения гарнизона. Давайте еще доберем... Ммм, а будем ли мы... Ммм... Давайте сделаем пока что так. Всех вот этих пехотинцев. Пендера с Арлеона. Дева-охотницы, даже Стрелков с лучниками Пендера. В общем, и этих ребят. Хотя нет, вру. Этих ребят мы, наверное, оставим. То есть Стрелков мы оставим себе. А остальные части уже у нас будут в гарнизоне. Поскольку нам тут и мечники Пендера, наверное, по большому счету лишние. Хотя, в общем, их можно просто использовать для пополнения кавалерий, как-никак. Ну, наверное, да. Ну и не забудем, конечно же, благородных и не очень пленников оставить в гарнизоне. То есть в тюрьмах. Тоже. Кстати, я забыл немножко. У нас сейчас разве что что-нибудь строится в Ларии. Да, у нас строится система суда. Судебная, наверное, система. Правда, это не как строение или... Ну, в общем, странный перевод, странное название. Но не в этом дело, не об этом речь. Ах, не то. Гарнизон. Кого мы будем добирать? Нам добирать, наверное, нужно сейчас именно бронерных лучников Пендера. Хотя можно и рейнджеров Ревинстерна на штурм. Давайте рейнджеров добираем. Добираем бронерных лучников. Отдадим сюда. Отдадим, отдадим, отдадим. Где они у нас? Бронерные лучники Сарлова. Немножко, но возможности отдать есть. Вот так вот. Э, кто-то пошел. Вот так вот. И... Давайте немного отдохнем. Буквально. Одну-две ночи. Лорд Иванов с войском ограбил деревню Эмера. Мне сначала тут было сообщение новое, что он умер. Я так думаю, как теперь еще лорды умирать умеют. И да, да, совсем забыл, что отряду нечего есть. И более того, прежде чем... Закупаться едой надо еще и основательно продаться. Так, мед. Наград, реальное мясо. Ту-ту-ту-ту-ту. Закупаемся. Основательно. Поэтому, наверное, даже закупимся больше, чем надо. Просто для того, чтобы... Хотя... Давайте вот так вот, как-то, что ли. Чтобы денег хватило у торговца. Хотя, наверное, надо было Квикфену продаваться, да и не париться по этому поводу. И закупаться лишним зерном, которое нам явно не нужно. Давайте погремимся с местным сынышалем. До Марлиона мы доедем как-то позже. А сейчас возьмем вещевой обуз. Дамы. Мое почтение. И, прошу прощения, война. Зовет. Дела зовут. Пока что не додам. Тякс. Белая лень защищен. Теперь вот куда направиться. То ли в замок Валвин начать строительство. Но вот сюда нужно опять еще закупаться провиантом. И стоять 36 часов, что, в общем-то, немало. Полтора дня. Либо же... Замок Щитшторму поехать и попытаться проштурмовать. Но я, правда, что-то не верю в успех этой затеи. Давайте пройдемся в Арминат. Валярдак. Закупимся провиантом. Согрестных деревень, чем сможем. Насколько сможем. Синина, куры. Ну, в общем, все по максимуму. Будем закупать. Денежку у нас сейчас благо есть. Нет, в вечер мы уже не поедем. Валярдак. Валярдак. Вот то, что нам нужно. Говядина. Яблоки. 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 Оливки. Так, ну этого нам на 36 часов хватит совершенно точно. Давайте отправляться теперь в Валвин. Ну и посмотрим заодно, кого мы еще встретим. А, кого мы встретим. Они уже очередной группировкой идут. При этом король Ужик вышел из своего... Из своего логова в замке Валвин. Ну что ж, это интересно. Сражаться сейчас придется с не самой сильной группировкой, но тем не менее какое-то сопротивление не смогут оказать. Давайте смотреть. Так, сейчас даже... Ух ты, король Ужик не участвует. А значит, что противником у нас стал трындец. Если нам предоставляется возможность такую группировку еще по частям разбивать, то это, считайте, что подарок свыше. Так, лучники стоят здесь. При этом должны стоять вот здесь на самом деле. Пехота, да, пехота идет в атаку, как и заранее. Что-то было понятно. Другое дело, что, наверное, кавалеристов мы слишком рано пустили. Надо было немножко подождать, пока вражеская кавалерия прибудет поближе к нашим лучникам. Но, что сделано, опять же, то сделано. Так, а тут уже потери начинаются. Определенно неприятные. Вражеская пехота подтягивается к вражеским кавалеристам. И уже они окружают нашу кавалерию, окружают наших конников. В ближнем бою просто с ними расправляются. В очень плотном контакте. Так, а у нас, наверное, сейчас самое время задействовать лук и стрелы. Так, так, Марк, аккуратнее. Кто тут поблизости? Поблизости, вон он кто-то. Точность, точность, конечно же, вставляет пока что жевать. Жевать. Желать лучшего. Так, давайте поступим к следующему уровню. Кавалерия сюда, пехота сюда, если у нас таковая есть. Отступаем, потому что сейчас с этими многоуважаемыми пехотинцами врага драться совсем уж не с руки. Там еще вдобавок идет подкрепление. Но это лучше оттянемся назад. Кстати, насчет оттянемся назад кавалерии и пехоты, если таковая осталась, опять же. Давайте оттянемся даже за наших лучников. При этом лучников поплотнее немножко сгруппируем, а то они у нас как-то слишком вальяжно стоят, размашисто, душевно. Ой-ой-ой, это уже опасно. Ой, это вот уже совсем неприятно, это не просто опасно, это уже... Ну и все. Знаете, что Марк отсюда не выйдет? Дайте свешимся, чтобы боевого коня не потерять. Что всякое нужно им бывает. А без коня духа остаться это самое последнее дело. Так, что у нас? 25 убить, 38 ранено, у противника убитых целая куча. Ну что ж, давайте повторим. Только более аккуратно, так еще и площадка нам доставляется гораздо более обменяемая. Так, кавалерия здесь, хотя я хотел, чтобы лучники на самом деле здесь стали. Поэтому вполне. Так, кавалерию, кавалерию, кавалерию. Так, пускай пока что следуют за Марком. Лучники. Так, кстати, а почему кавалерия за Марком-то не следует? Я что-то не понял. Вроде ж, давал приказ или я ошибся. Так, ну ладно, вроде бы все более-менее неплохо. С вражескими кавалеристами мы расправились. Давайте тогда своих уже оставшихся оттянем. Их терять было бы совсем негоже. И займем пока что пехоту противника. Продолжение следует... Ух ты, как конник у нас уже спешеный попал. Как попал, остался среди поля. Другой нужно защищаться. Так, одним меньше. Где еще? Ага, это тоже лег. Отличная новость. А где? Где вражина-то? Это вот все, что осталось, что ли? Ребят, тогда все в атаку. Что вообще без разбора? Что тут думать-то? Противники уже и не противники совсем. Надо просто их добивать. Парень вообще идет неприкрывающее там. Успешен. Успешен, вне всякого сомнения. И это победа. Победа, товарищи. Фух. Так, лорд сбежал. Малберт. Марон Годрик тоже сбежал. Дьюк Келфин. К сожалению, все благородные сбежали. Конечно же, в плен попадать совсем нельзя. Впрочем, как и нам. Но было бы здорово, если бы мы их все-таки в плен захватили. Так. Нужно сюрракат. Зазубренный меч знать. Вот, наверное, этот меч мы и отдадим. А дон же. Хотя. Посмотрим. Наверное, его и отдадим. Вот так вот, как-то. Так, а дон же. Так, хотим взглянуть на снаряжение. Конечно, клеймора неплохая, но она, видишь, она вся ржавая. Длина у нее хорошая. Ну, давай-ка мы тебе лучше что-то более сподручное дадим. Более короткий меч. Хотя, конечно, на коне лучше с длинным мечом ездить. Я даже не знаю. Я даже не знаю. Ладно, пусть будет так, посмотрим. Я думаю, ничего особенного не изменится. Если потом как-то нам попадется более длинный меч, то мы его от дон же и отдадим. Так, у нас сейчас готовы, ну, практически... Так, у нас 50 вояк выбиты из строя, все остальные готовы воевать. Я думаю, мы осилим всю оставшуюся группировку противника. Она нам численностью вдобавок уступает. Хотя, конечно, король Урлик, это в любом случае неприятно. Такое дело, что... До замка он, скорее всего, добежать не успеет. Или я вру. Или успеет. Да, успеет еще как. Ну что ж. Опа. Они выступили все. Нифига себе, они там группировку-то собрали. Наемные убийцы выступают. Барон Кирос. Либо они себя переоценили, либо... Король Урлик уверен в победе. Да, группировка-то у них превышает нашу. Ну что ж. Значит, битва будет жаркой, битва будет тяжелой. И даже сверх тяжелой. Так. Лучники. Лучники, лучники, лучники идут сюда. Благо, что сейчас хотя бы противник не пытается на нас вылететь, не пытается нас прям сразу же одолеть, разбить, изничтожить. Это очень хорошая новость. Значит, у нас есть будет... Есть и будет время перегруппироваться, подойти, собраться в той точке, которая нам действительно важна и необходима. А лучники, ребята, смыкайте ряды, пожалуйста. Смыкайте ряды. Потому что вас очень-очень-очень много. Я даже не знаю. Наверное, все-таки придется вас где-то вот здесь размещать. Иначе вы все равно укатываетесь аж за следующий хребет. Что явно лишнее. Да, кавалистам сейчас в любом случае придется отвлекать противника кавалерии. У него очень много, очень много... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой... Блин. Как все неудачно-то получилось. Открылся так не вовремя, зачем-то переключился на лук. При этом не сознательно совсем. И вот тут получилось то, что получилось. Бляха-муха. Значит, у нас будут достаточно большие потери, но пока что они не превышают потерь противника. Мы, наверное, это... Ага, а теперь нам еще это и неизвестно, поэтому давайте-ка по-быстрому сворачиваться. Да, да, на ровном месте такое... Блин. Такое безобразие. Так, давайте повторим, только сейчас гораздо более аккуратно и внимательно. Больше без... Дурацких... Их подстав. Слушайте, а там река, что ли? Ух, это здорово. Кавалерия в атаку, а лучники... Лучники строятся плотнее. Да, слушайте, подбросок, конечно, имперского катафракта так попасть это было. Ну и высшей глупостью, которую можно было совершить. В данный момент поставить себе лук вместо полноценного меча с щитом. И в итоге результат нам остался... Ну как? Как опять? Почему опять катафракт Марк ошибает? Как теперь? Он прикрывался щитом в чистом виде. Под удар, по направлению удара прикрывался. Что за хрень? Так. Давайте будем оттягивать сейчас свой группировку. Посмотрим, получится из этого что-то сделать или нет. Получится ли? Похоже, нихрена не получается. Кавалерия нас стеснят. Опять потери наши слишком велики, пускай и ранеными по большей части, но тем не менее. Потери очень велики. И нам сейчас просто... Мы будем вынуждены выйти из боя. И желательно вступить в него вот уже вот такой вот, например, группировкой неполной силой. Или догнать тех вот граждан, которые убегают от Марка. У Нолдеров и так все в порядке. Ой, я даже не знаю, сходить ли за подкреплением или не ходить. Да надо бы, по-хорошему. Другое дело, что за это же время противники наберутся еще большего количества сил. Давайте займемся их преследованием. В идеале сейчас, конечно, был бы, чтобы король Урик бросился на этих Нолдорских рейнджеров. И сражение произошло. Но... Ух ты! Они тут опять войском выходят. Группировка, наверное, здесь получается в общей сумме многочисленная, несмотря на то, что у каждого бойца совсем небольшая группа. И что самое дурацкое, у них вот, да, всего-то 30 человек, например, те же самых. Но при этом имперский катафракт, имперский арбалетчик, гладиатор, бессмертный империй, пехотинец, империане, какая-то группа там, крестьян, которые еще не готовы совсем воевать. То есть у них тут вообще крестьян-то по сути нет. Но убранцев нет. У них все вот тяжелые пехотинцы, кавалеристы, алибарщики, сквайры. Это странно несколько смотрится, когда нам каждый раз приходится набирать-то с нуля, а им вот-вот уже все буквально на блюдечке. Охо-хо. Ладно, давайте в сторону ноудерсов попытаемся выдвинуться, хотя я чувствую, что нам уже от этой битвы никак не отвернуться. Слишком много противников одновременно. И все-таки по численности они нас основательно превышают. И самое отвратительное, мы толком-то из этой битвы и выйти не сможем. Так, давайте поступаем сейчас так. Жмемся в самые-самые там глубины дебри. Марк пытается очень аккуратно отвлекать противников. Кавалеристы пытаются очень аккуратно отвлекать противников. Ну там, кавалеристы уже как-как получится. А Марк предельно аккуратно, без плотного контакта с врагом, не вступая. В битву на мечах очень-очень внимательно и аккуратно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, отлично. К тому же, если мы еще будем привлекать на себя вот эту группу, будет совсем здорово. Теперь все будет зависеть от наших лучников, насколько они хорошо себя покажут, насколько они идут быстро и сильно крушить врага. Но такое ощущение, что ни быстро, ни сильно не получится. Враг уже практически добрался до наших лучников, при том что... Блин. Марк опять открылся. Лучники при этом стоят, опять же, не самым лучшим образом. То есть, казалось бы, мы их вроде удачно отвели, но тут опять целый холм, который закрывает. Обзор нашим лучникам и куча просто воинов противника, пользуясь этим, подходит невозбранно и практически. Ну, как бы это... Просто нагло пользуется подставленной для них ситуацией выгоноположения. Плюс кавалеристы, а то есть огромное преимущество в кавалерии противника, в том числе за счет того, что у нас многие были ранены. Ну, вот сейчас, если мы вот эту группировку хотя бы отовьем кавалеристов, я надеюсь, что потом будет все уже полегче. Да куда ты? Доротист, что ли, такой? Профессиональный. Ух ты, еще и здесь группировка, вы посмотрите. Это еще не вся пехота была изничтожена. И еще подкрепление, еще куча конников, вы посмотрите, что же с ними сделать-то. Надо как-то их отвлекать на себя, ну как? Как их отвлекать так, чтобы они даже и не добрались? Еще при этом выжить. Что тоже немаловажно, как вы понимаете. Ну, наши потери слишком велики. В счет того, что у противника в целом численность больше нашей. Почти что в два раза, то у нас потери и убитыми, и ранеными. К сожалению, приблизительно равны потерям противника. Что по итогам неприемлемо. У нас просто тоже еще должны будут подойти подкрепления. Мы не все силы еще истратили. Так, лучники сейчас пытаются вот сюда вот перейти. Или я, по крайней мере, надеюсь, что не все еще силы истрачены. Если это не так, то это, в общем-то, конец. Ух, у нас тут пехота-то еще стоит. Ё-моё. Блин, а это совсем нехорошо. Пехота бы тут как раз уже не должна стоять, и тут у нас будет просто избиение. Ребята, ребята, все, надо выходить из боя. Надо срочно из боя выходить. Иначе это поражение. Сто процентов. О, блин. У нас 65 ранено. О, 65 убито, 100 ранено. У противника 181 убито, 20 ранено. То есть потери более чем сопоставимые. Не превышают потери противника наших. Даже там у них в полтора раза. Там разница буквально процентов. 20. Это значит, что поражение будет за нами, и нам надо срочно из этой битвы выходить. Другое дело, что мы, опять же, никуда далеко убежать не можем. Придется сражаться до конца, и, скорее всего, даже до поражения. Куда пошли? Куда лучники пошли, мать вашу? Кавалерия пехота в атаку, лучники. Стоять здесь. Держать позицию здесь. Ой-ой-ой! Ой, вот это, ну, блин, ну так глупо. Увидел в последнюю секунду, раскрылся, и... Вот он, опять же, опять же, результат. Так, сейчас лучники пытаются, ну, вообще вся группировка там, кто уже сможет, пытаются отойти как можно, как можно дальше. У нас столько надежды сейчас, по сути, наушников, больше ни на кого нету. Ну и отход этот, как обычно, у нас получается не самым... Не самым лицеприятным. Опять куча потерь. Опять противник за счет кавалерии растягивает наши силы. Вот, поделать с этим толком ничего нельзя, что самое противное. Противник слишком близко к нам изначально находится. Увы и ах. Ой-ой-ой, это я что-то, неправильную какую-то кнопку нажал и на свете как развернуло. Да. 11 убитых, 32 ранено, у противника 36 убитых. Очень-очень-очень-очень плохо. И выйти из боя, блин, ну толком и убежать-то не можем. Давайте смотреть. Нам для того, чтобы убегать, нам нужно избавиться от всех вот стрелков, лучников и так далее. Что мы, ну, можем, конечно, допустим, нескольких распустить. Попытаться усилить нашу кавалерийскую часть. Ну, это все еще недостаточно. Этого все еще недостаточно. Группировка у нас слишком большая и скорость у нас еще слишком маленькая. 4,7. Скорее всего, мы еще одно сражение сможем вытерпеть, но не более того. То есть следующее надо будет уже... Надо будет уже распускать практически всю группировку, всю оставшуюся. Так, ребята, 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 вот сюда. Вот сюда вот, идем. Вот сюда вот, бежим. Так как он попал-то? Как он быстрее Марко-то махнул. Ничего. Наверное, потому что сказывается ранение. Ой, это еще даже не все противники подтянулись. А-а-а-а! Так, вот сейчас самое главное. Ну, нося вот эту вот группировку пехоты противника отвлекать, тогда у нас появляются какие-то более-менее вменяемые санкции. Ну, как так? Ну, Марс уже прикрывался щитом, но на самом деле так и не прикрылся. В и ах. В и ах. Что по итогам? По итогам у нас опять все не очень-очень-очень здорово. Так вот получается. Сейчас лучников наших просто всех перебьют. И ничего с этим мы сделать не можем. У противника подкрепление идет. Хотя, в общем-то, им хватило бы имеющихся сил для того, чтобы с нами расправиться. Увы. 25 раненых, 39 убитых. Ну, сейчас, по крайней мере, мы противнику наносим гораздо большие потери. Другое дело, что... Какие бы мы теперь потери не носили, это все не имеет смысла. Так, избавляемся. Придется практически ото всех избавляться. Тяжелые стрельцы Ферцвейна. Соответственно, избавляемся ото всех пленников. Иначе нам удачи не видать. Кто бы тут в пленниках не был, наша сейчас задача убежать. Наша сейчас задача увести силы, которые мы хотя бы можем увести. Я даже не знаю, стоит ли оставлять лучника. Давайте даже конного рейнджера Ревенстерна. Бронерные лучники Пендер. Вот, блин, их очень много. Очень много. Бронерные лучники Сарлеона. Не факт, что мы сейчас сможем уйти. Если бы мы могли сейчас полноценную свою группировку выставить, это было бы одно. Так, мы не можем этого сделать. Это другое. И, блин, ну как так? Ну мы же вроде уходим. У нас скорости это хватает. У нас единственный шанс это оставить. Часть сил для прикрытия. Больше ничего мы не можем сделать. И то не факт, что мы, опять же, уйдем. Ну как так? Ну блин, ну они нам даже отступить не дают там ни секунды, ни миллиметра. Так, это все. Последнее, наверное, что мы можем делать. Соответственно, боевой дух отряда у нас падает ниже некуда. Распускаем этих. Бронерные лучники Сарлеона. Вот, от лучников Пендера избавляться. Я не знаю. Будет ли у нас еще один шанс? Так, младые западные дворяне распустить. Всадники Пендера распустить. Девы всадницы... Даже не знаю. Тяжелые всадники Пендера, девы всадницы, наверное, тоже распустить. Остальные вроде бы по скорости подходят. 3,4 скорость. Ну, опять, опять догоняют. Мы никак не можем уйти. А скольких нам еще придется... Скольких нам еще придется оставить? Я не понимаю. Я не представляю точнее. Нам всех бронированных лучников Пендера выкинуть? Не годится. А, стойте, у нас еще молодые западные авантюристы, блин, были. Может быть, из-за них у нас все так плохо. Хотя... Все равно скорости не хватает. Скорость 6,8. Барон Клеон. А, ну да, такой-то группировкой теперь понятно. Теперь понятно. То есть нам нужно, по сути, выкидывать все наше войско, и только тогда мы не попадем в плен. Только тогда Марк сможет со своей, там уже, своими-своими уйти. То есть нам от всех бронированных лучников Пендера придется избавиться от 183 воинов. Я даже не знаю, что делать. Ну, в плен нам попадать нельзя. Так. Так или иначе. В противном случае мы попадаем в плен, лишаемся все равно всего этого воинства. Поэтому давайте отказываться. Выкидываем всех их. Всех рейнджеров Рейнстерна. Ну и уже, наверное, даже налетчиков Джату. Тоже выкидываем. Иначе никак. Может быть, даже эта группировка нам окажется, для нас сейчас окажется лишней. Я не знаю. Давайте авантюристок. Магнусов, Еретиков, Западных Сквайров, Бродяг, Иностранного Сквайра, Бродягу, Рыцаря, Бродягу. Улана Джату. Ставим конных рейнджеров, благородных авантюристок, ну и наших, соответственно, спутников. Сейчас попробуем. Это последний, последний, единственный шанс из того, что мы можем сотворить. И, ну, тут, конечно, скорость уже возрастает неимоверно. Тут уже нас, кто бы ни пытался догнать, не догонят. Но, к сожалению, это единственная метода, которую мы могли воспользоваться. И потеряли при этом, ну, 200 с лишним своих воинов. Увы, ах, кавалерии у нас практически теперь не осталось. Ни о каком ударном кулаке речи не идет от слова совсем. Да и тут у нас, блин, тут мы тоже группировку не наберем. Нам теперь необходимо ехать в Marlion. Других вариантов нет. Ну, ладно. Печалиться и горевать уже будем, наверное, в другой серии. На эту точно хватит. Попытаемся. Ну, в общем, в Marlion у нас есть еще группировка, которую мы можем к себе взять. Там можем оставить в качестве гарнизона просто новобранцев и рекордов, которые там, ну, составляют достаточно большую численность. Забрать наиболее мощные ударные силы для того, чтобы уже просто с любой группировкой противника, против которой бы мы не выступили, мы могли бы ее разбить. То есть, неважно, будь у нас там 400 на 800 человек или 400 на 600, то есть возьмем своих, опять же, алибарчиков, возьмем, наверное, серых рейнджеров или там, как они, рейнджеры серебряного тумана. В общем, всех-всех-всех наберем, кого только сможем, из наиболее сильных и уже такой группировкой выступим. Я думаю, подаем любое сопротивление, хотя это, опять же, у нас отнимает очередную порцию времени. Ну, а пока что большое спасибо за просмотр. Для вас игра это комментирует Никита. Увидимся в следующих сериях. Счастливо. Пока-пока.